Всем привет! Это канал Биток Блог, и сегодня я вновь вам расскажу последние новости из мира криптовалют к этому часу. Несмотря на закрытие правительством Китая крупнейшего в мире биткоин-обменника BTC China, глава компании Бобби Ли отзывается о биткоине в оптимистичной манере. В своих прогнозах он говорит, что биткоин ждет космический рост аж до 100 тысяч долларов в 2018 году и до 150 тысяч долларов в 2021. Бобби Ли также указал на типичные ошибки начинающих и уже опытных инвесторов, такие как нерешительность, недостаточная закупка, необдуманные продажи вследствие паники или после незначительной прибыли. Биткоин первая в своем роде валюта, которая не контролируется государством или различными финансовыми компаниями, у которых есть возможность подействовать на фиатные деньги. Также рост стоимости, по мнению Ли, заключается в ограниченной эмиссии биткоина и в скорых неудачах, которые настигнут мировую монетарную власть. Президент России поддержал Центробанк в его консервативном подходе к криптовалютам, объясняя это тем, что данная валюта не имеет накоплений, то есть не имеет какого-либо обеспечения и с ней происходят колоссальные изменения курса. Ты можешь вложить все свои средства сегодня, а уже завтра все потерять, объясняет глава государства. Владимир Владимирович также отметил, что в настоящее время контроль за рынком криптовалют находится в ведении Центробанка. Однако в будущем наверняка нужно будет законодательное регулирование. Пока криптовалюта не будет отрегулирована на законодательном уровне, правительство не станет выпускать ее на рынок в массы. Ведь тогда придется нести ответственность за любые последствия негативного характера, которые возникнут из-за инвестирования в криптовалюты. Напомним, что Министерство финансов планирует представить в Государственной Думе законопроект о регулировании криптовалют уже в феврале этого года. Следует отметить, что пока государство не ворвалось в мир криптовалют, транзакции остаются анонимными по праву. Точнее, по правам, которые еще не созданы правительством. И, соответственно, после введения криптовалютного рынка на государственный уровень, инвесторам придется принимать ряд ограничений. xbt.com – один из самых желаемых доменов для криптовалютных компаний. А все потому, что под этой аббревиатурой на многих институциональных торговых платформах понимают биткоин. Первоначальная цена на аукционе по продаже домена составляла 200 BTC. Причиной продажи стало недавнее обвинение компании-владельцев в том, что она якобы причастна к похищению данных Демократической партии США. В обвинении утверждается, что совместно со своей дочерней компанией WebZilla xbt украла данные Демократической партии, в том числе допрос президента США. В обвинении было сказано, что Алексей Губарев, бывший генеральный директор компании xbt, был в сговоре с ФСБ России. По словам Губарева, компанию ждет ребрендинг из-за ложных обвинений, которые навредили репутации компании. Для того, чтобы участвовать в аукционе, покупателям придется внести депозит в размере 0,5 BTC, что составляет 10 тысяч долларов. Покупка домена в данной компании принесет больше выгоды и прибыли тому, кто ее купит, заявляют ее владельцы. Это можно объяснить тем, что с новыми хозяинами домен приобретет новую репутацию и доверие пользователей. Репутация После новости о партнерстве таких известных компаний, рост стоимости акций XRP не заставил себя ждать. И в настоящее время криптовалюта поднялась до 2 долларов. Напомним, что в конце 2017 года Ripple объявил о запуске инициативы по развитию инфраструктуры, которая должна помочь банкам и другим финансовым организациям с внедрением инновационных решений в свои процессы. Другие новости вы можете посмотреть на нашем сайте. Ссылка есть в описании. Следите за новостями вместе с нашим каналом. Ну а я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok